Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я проведу урок по цифровой программе Скульптис Как лепить леопарда Я художник Арефий Сергей Викторович Сегодня вам расскажу, как лепить леопарда Открываем программу Скульптис Заходим в Open Открываем последнее наше сохранение И начинаем Так, давайте сначала Ctrl сделаем ма Посмотрим, да, как бы объект Ну, я еще раз говорю, я не буду каждую эту черточку затягивать Я вам как бы обобщаю, да Поэтому очень много времени уходит на то, чтобы Какой-то там зубик, как бы правильно сделать Тут может ошибок многих Можно найти очень много ошибок Но главное, это суть в чем? Суть объяснить, как это делается Давайте вот здесь немного чуть-чуть еще подправим Чуть-чуть глобал отключим Ну, немножко так вот, потому что прямые И, конечно, тут затереться маленько надо Чуть-чуть с легкостью маленечко затирочку сделаем Тут затерем чуть-чуть, так, слегка Больше не будем ничего делать Все, на этом Так, что сделаем? Облегчится может чуть-чуть? Давайте маленечко облегчим Вайфрэм Посмотрим Ну, так-то она у нас облегченная У нас сильно тут нет таких Ну, в общем, вполне нормально Давайте теперь нажимаем на Paint Переносим наш объект на раскраску На 512 ставим И нормально будет У кого не сильный, конечно, компьютер Желательно на высокие не нужно Но 512 нормально будет Рендерим Ну, прошло не больше Ну, минуту, наверное, чуть поболее Ну, две минуты Все, чтобы перенести его теперь Так, ну, сразу начнем Я начну вам рассказывать Как можно сделать, да, текстуру Для того, чтобы Можно, как Давайте, ну, тогда проще Вот При таком включенном раскладе, да Вот это Paint Color Вы можете нажать на вот этот Fill Clear Горячими клавишами иногда смотри Пользуйтесь Вот, смотрите, сейчас Раскраска сразу полная Все идет, да Леопарда Вот, щелкать Вот, пожалуйста Ну, в общем Добиваться Раскраски Вот таким способом Там можно дальше Это отключаем Потом, ну, давайте Я вам По Объяснению Как раскрашивать И мы пройдемся тоже Тут немного Меню обозначений, да В основном Так понятно более Все Давайте начнем Раскраску Текстурой Текстуру Можно сделать Способ Давайте я Покажу Как через Программу Paint Которую мы Изначально В первом уроке Там я Объяснил Как через Paint Мы будем Использовать Paint Вырезать Немного здесь Кусочков И вставлять И раз Будем делать Раскраску Зверя Ну, давайте Сейчас начнем Я открыл Программу Paint Сейчас Заходим Открываем Сохранение Этого Зверя У меня Тут Текстуры Я сейчас Сразу Покажу Как я Вырезаю С этих Кусков Леопарда Допустим Зашел Я Так Найду Сейчас Зверя Где мы Сохраняли Дверь Так 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 Животное Вот Это Зверя У нас Леопард Сейчас Мы Найдем У нас Где Он Нас Кал Леопард Которого Мы Попользовали Можно Так Кусочек Вот Этого Зверя Мы Используем Для Покраски Давайте Переключаемся На Прямоугольное Облакость И Кусочек Вот Этот Кусочек Мы Сейчас И Срежем Так Заходим Изображение Обрезку Делаем Этот Кусочек Заходим Изображение Изменить Размер Размер Ну Сделаем Там Допустим В автоматическом Сохраняем Пропорции Давайте На Четыреста Сделаем Окей Примерно Так Так Это Мы Сейчас Сохраняем Сохранить Как Я Сохраняю Себя Там Где У меня Леопард Папочку Вы Делайте Обязательно Чтобы У вас Не Файлы Не Были Я Сделаю Так Я Сохраню Наверное Просто Здесь Сохраню Сейчас Так Цифры Ким Постановлю Ну Вот Все Нормально Окей Так Выходим Заходим Теперь Нажимаем Вот Текстура Обозначение Нажимаем На Сам Квадратик Нажимаем Еще На Квадратик Вот Эту Текстурку Которую Мы Сохранили Нажимаю На Нее Окей Нажимаю На Смотрите Вот Пожалуйста Начинаю Рисовать Леопарду Можно Сначала Как бы Растереть Его По всей Территории А потом Просто Как бы Накладывать Как вам Интереснее Рисунок То есть Ну Стараться Конечно По площади Надо Если Побольше Взять Площади Да То Конечно Получится Давайте Всего Его Раскрасим Сначала Раскраску Полностью Сделаем Его Всего Так Раскрасим Его Зверя Полностью Текстурой Так Вот Раскрашиваем Его Зверя Все Эти Краски Краску Мы Закрасим Пускай Он Будет В Одной Краске Находится Так Все Начинаем Как говорится Отстукивать Понемногу Сейчас мы попробуем Я Показал Кусочек Так Если вы Доработку Просто Потом Можете Сделать Да Заходим Еще раз Текстуру У меня Тут Видите Текстуру Я С интернета Скачал Приблизительно Давайте Вот этот Возьмем Кусок Открываем Его Обратно Щелкаем На кусок Этот И Начинаем Чуть Чуть Больше Делаем И Начинаем Раскрашивать Так Это Придется Здесь Тоже Можно Так Способ Но Вот Это Более Площадка Наверное Более Такая Интереснее Да Получается Щелчками Конечно Щелчками Тут Более Сильное Тут У него Раскраска Тело Больше Воспринимается Да Это Я С интернета Скачал Можно Кусками Скачивать Так Здесь Мы Делаем Как Так Здесь Мы Что Сделаем Здесь Мы Можем Еще Раз Уменьшить И Она Будет Меньше Кусочки В Этой Информации Да Но Тоже Еще Раз Зайдем Сюда И Попробуем Можно Так Добавлять Тут Местами Где-то Местами Так Чуть Чуть Так Высветляем Высветляем Так Делаем Немного Рассветку Делаем Ну И Играемся Уже Ни одного Цвета Чтобы У нас Как Буэто Тот Просто Вы Чуть Чуть Вот Этот Тот Кусочек Который Добавляли Вы Немного Размешали И У Вас Уже Зверь Стал Изменяться Так Давайте Теперь Color Color Заходим Язык Ему Подкрасим Начинать Вид Какой-то Чтоб Был У него Уже Зверь Язык Нажимая На Пробел Также Пробел Пользуюсь И Красим Язык Ему Красим Уму Язык Небу Там Внутри Красим Красим У него Зверю Полностью Упасть Раскрашиваете Красное Потому Что Больше Площади Занимает Раскраска Краски Эти Красные Да Ну Вот И Вы Полностью Просто Раскрашиваете Чтобы Все Какие Там Участки Есть Старайтесь Закрасить Доступности Какие Там Можно То есть Control Z Возвращаем Назад Где-то Вышел Переграни Там Вот Так Ну Вот Закрасили Да Это Немножко Нажимаем На пробел Уменьшаем И Язык Делаем Раскрашиваем Так Теперь Можно Что Так Немного Можно Негу Захватить Как бы Так Немного Ударов Делать По чуть-чуть Ничего В этом Страшного Не будет Мы Можем Сто раз Переделать Если Что-то У нас Не Получилось Мы Можем Это Еще Раз Переделать Так Дальше Поехали Что Можно Еще Сделать Да Можно Срезать Глаз Также С Этого Зверя Да И Сюда Его Впихнуть Взрачный Ну Подбирать Картинки Можно Разные Не обязательно Эту Картинку С Таким Глазом Вы Можете Другой Глаз Срезать С Любого Животного Леопарда Так Сейчас Минуточку Заходим Обратно В Пейнт Программу Открыть Открываем Находим Леопарда Вот Я Глаз Тут Можно Глаз Я Срезал С одного Леопара Посмотрим Как Получится Интересно Вот Этот Глаз Да Зайдем Сейчас Программу Скульптрис Откроем Обратно Откроем Вот Глаз Пожалуйста На него Включаем Так Давайте Увеличим Глаз И Вот Пожалуйста Вот Чуть Чуть Так Немного Уменьшим Давайте Да Еще Немного Материала Уменьшим Ну Подстреливайтесь Перепристреливайтесь Да Так Вот Смотрите Так Так Немножко Может Что-то Здесь Но Уже Уже Нет Это Не получится Control З Вернемся Обратно Так Ну Вот Хотя Б Но Такое Конечно Какой-то А Оставим Пока Его Таким Да Давайте Дальше Нос Ему Подправим Нос Сделаем Ему Покрасим Нажимая На пробел Так Нос Ему Подкрашиваем Так Немножко Высветлим Его Наверное Чуть Чуть Посветлее Сделаем Так Так Дальше Что еще Можно Сделать Тут Зубки Поправлять Теперь Будем Так Заходим Ну Глазами Конечно Чуть Можно Попробовать Эти Глаза Срезать Давайте Сделаем Так А то Смотрим Чето Он Слишком Такой Накрученный Получился Давайте Сделаем Это Глаза Срежем Через Программу Paint Также Зайдем Так Сейчас Минуточку Давайте Еще Попробуем Раз Сделаем Зверя Глаза Немножко Переделаем Чуть Хотя Нет Control Z Возвращает Пускай Так Часто Мы Не будем Но Да Тут С Прямыми Глазами Тут Как бы Он Вниз Смотрит Тут Надо Тоже Подбираться Как То Но Если Даже Так Может Как Но Если Так Допустим Но Все Равно Выход Выходит Что Он Как Вверх Закатывает Глаза Давайте Я Зашел В программу Paint Нашел Этого Зверя Которую Мы Я Вырезал В нему Эту Пасть Открытую Да Морду Давайте Глаз Вырежем С этого Зверя Да Берем Глаз Этот Вырезаем Так Нажимаем Изображение Обрезку Делаем Глаза Так Увеличиваем Маленько Увеличиваем Его Изображение Так Нажимаем Изображение Изменить Размер Совсем Маленький Размер Получается Ну Давайте Сделаем 200 Допустим Да Конечно Но Ничего Пойдет Так Вот Ну Давайте Попробуем Так Сохраняемся Сохраняем Как Делаем Его Туда Ж В папочку У меня На рабочем Столе Вы можете Тоже Сделать На рабочем Столе Удобно Потом Можете Ее Перенести Эту Папочку В любое Место Циферки Циферки Делаем Сохраняем Смотрите Здесь Чтобы Она Шпек Была Окей Так Выходим Дальше Заходим В Скульптис Нажимаем Нажимаем Текстуру Нажимаем На текстуру Так Сейчас Мы зайдем Обратно На рабочий Стол Нашли Ту Леопарда Тот Кусочек Глаза Открываем Щелкаем Включаем Не забываем Чтобы Включен Был И Пробуем Теперь Ему Установить Глаз Так А как У нас Был Так 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 Ctrl Z Мы Возвращаем Назад Ctrl Z Возвращаем Немного Уменьшаем Глаз И Начинаем Его Вставлять В Так Немножко Пристреливать Пристреливайтесь Смотрите Как Как Он Был Удобно Да У нас Ну Вот Примерно Хотя Бы Так Для Приблизительности Я Вообще Говорю Так Но Если Немного Конечно Развернуть В принципе Попробуем Да Чуть Чуть Может Быть Так Ну Ладно Так Вот Чуть Чуть Увеличим Больше Сделаем Так Ну Приблизительно Хотя Бы Так Да Тут Наверное Можно Еще Подкрасить Но Наверное Вот Так Вот Да Вот Так Вот Пускай Он Будет Вот Таким Глазом Тут Даже Немного Чуть Чуть Уменьшить Перебить Можно Так Постреливаться Немного Друзья Но Без Этого Никак Время Время Уходит Время Уходит Пока Там Пристрелишься Да Чтобы Удобно Был глаз Там Установить Он Еще Смотрел Как Правильно Ну Так Вот Примеризительно Сейчас Теперь Мы Что Сделаем Попробуем Вот Эту Часть Тоже Наверное Срежем Попробуем Сделать Так Давайте Также И возвращаемся На Программу Так Находим Того Зверя Который У нас Был Тут Так Этого Зверя Мы Найдем И Теперь Обозначим Здесь Его Обратно Квадратика Мы Сделаем Так Обрезаем Кусок Потом Делаем Изображение Увеличиваем Нагадо Потому Что Маленький Размер Получается Ну На 200 Давайте Чтобы Оно Можно Даже На 300 Наверное Давайте На 300 Попробуем Побольше Размер Сделать На 300 Ок Так Сохраняем Его Сохраняем Его В ту же Папку Леопарды Чтобы У вас Не Было Оно Разбито По Всем Этим Делайте Папочку На Рабочем Столе И Удобно Будет Вам На 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 Для Вас Все Что Вам Нужно Так И Называем Под Числовами Сохраняемся Окей Так Выходим Заходим Обратно В текстуру Нажимаем На Квадратик Находим Вот Этот Нос Вместе С И Щелкаем На Него И Вот Пожалуйста Сейчас Мы Попробуем Удобно Большовато Получилось Так 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 Обратно Обратно Поискать Немного Да Так Надо Поискать Удобным Ракурсом Так Пристреливаться Надо Нет Наоборот Наверное Да Вот Так Вот Так Вот Ну Приблизительно Вот Так Вот Хотя Бо Так Обратно Затемняем Кусочек Это С Леопарда Шкура Это Сложный Можно Сказать Этот Объект Очень Сложный Да Как Не Крути Он Очень Сложный Объект Получается Да Ну Поиграться Тут Можно Посмотреть Где Тут Игра Можно Можно У него Даже Поиграть А Нет Тут Не Поиграешь А Верх Если Пойти А Тут Ну Тут Можно Так Оставить Можно Оставить Там Подрисоваться Еще Тут Еще Можно Нет Тут Уже Не Пойдет Это Мы Уберем Так Давайте Дальше Что Сделаем Дальше У нас Что Тут Идет Еще Заходим Смотрим Кусочек Выбираем Так Вниз Опускаем Дальше Верхний Ют Так Рисунок Немного Сделаем Исветляем Здесь Немного Высветляем Так Смотрим На Его Да Как Он Выглядит Примерно Ну Так Сориентироваться Так Нет Ну Наверное Что Перегрузит Здесь Точек Много Получается Это Мы Оставим Наверное Пока Так Дальше Идет Что У Уши Нам Надо Покрасить Такой Желтоватый Цвет Ну Тут Моему Немного Можно Так Скрутить Да Можно Так Чуть Скрутить И Покрасить Но Тут Я Ж Говорю Тут Надо Пристраивать Это Не Сразу Ни Сразу Ничего Ты Не Сможешь Сделать Надо Наверное Еще Искать Какой То Кусочек Желтизны Брать Давайте Еще Кусочек Желтизны Наверное У Зверя Вырежем Программу Заходим П Находим Этого Зверя Находим Этого Зверя Которого Срезали И Вот Эту Часть Носа Наверное Ему Срежем Вот Эту Часть Носа Мы Ему Срежем Так Контрол З Подращает Можем Побольше Маленько Получить И занять Вот Этот Кусок Мы У него Срежем Будет Как Добавление Цвета Так Сначала Сохраняем Сохраняем Носа 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 Раста Мы И Покрасим Так Носа У него Был Так Подкрашенный Номер Так Так Ну тут Надо Пристреливаться Конечно Зверю Так Так Время Расстраты подбираем приблизительно там путь это очень процессы трудоемки друзья но не так все на халяву это надо пристреливаться при при этого саду много времени тратится тут не просто так халява как говорится да не потрудив не поймаешь рыбку из пруда но тут немного перебор можно потоньше надо сделать рисунок вот так вот наверное можно сделать чуть-чуть тут можно посмотрите да тут можно подобраться еще маленько тут так вот немного отчета перебору сделал но давайте вот эту прорезь мы сделаем ему пускай прорезь будет вот так вот оставим его так но вот с этим головой вверху до точки раз этого как у тигра получились а нам надо нажимаем на текстурку поднимаем чуть размер делаем поболее и просто щелкаем а почему она получается ну ладно пускай будет не придется наверно ну так вот хоть придется наверно чуть-чуть цвет менять вот этого добавим большого но по более маленько сделаем размер чуть-чуть побольше надо сделать и уже как бы добавляя добавляют уже не его не родной цвет получается ну ничего переигрывать можно 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 переигрывать побольше даже размер маленько взять чтобы переиграть потому что тут же больше шкура уже не уйдет и вот так вот наверное сделать его так вот уже зверь приобретает начинает немного вид того зверя так давайте это мы сейчас сохранимся савы ас я пишу продолжение называю ее раскраска потому что это уже как бы отдельная раз к раскраска сохранить так сохраняемся друзья ну вот приблизительно хотя бы так мы достигли какой-то уже да но еще будет следующий урок наверно больше потому что в коротке и так уже большие получается но вот друзья по кусочкам мы по кусочкам по насобирались зверю и можно также кусочек языка чтобы там один к одному да но это знаете за это трата времени не так просто тем более пятнистый леопард это очень тяжелая раскраска поэтому давайте нас прекращаем этот урок переходим уже потом следующий там уже 7 будет урок всем удачи и хорошего настроения и достигайте своей цели трудитесь и все будет у вас хорошо